Такхойер из запчастей от Ролекса и Адемара, Кассио с грибным винтом и величайший из всех часов. Расскажу про новинки этого лета. Друзья, здравствуйте, с вами Вячеслав Медведев. В этом обзоре будут часы, которые появились летом 2022. Вы не поверите, но появились в том числе на российских прилавках. Да, вопреки всем обстоятельствам новинки часов к нам продолжают приезжать. Да еще какие. В борьбе за покупателя производители часов чего только не придумают. То сделают подводные часы для летчиков. Зачем? Ну, космонавты же иногда приводняются. То часы Кассио претендующие ни много ни мало на роскошь. То дайверские часы с 500 метровой водонепроницаемостью. Вы туда полезете, но круто же, согласитесь. Или женские часы с хронографом. Тоже. Вряд ли нужно, но очень симпатично. Кто-то старается сделать часы полезными, добавляя вполне функциональные календари. А кто-то решает, что если собрать в одних часах все выигрышные детали от конкурентов, то новинку непременно ждет успех. Так ли это? Проверим. В этом ролике будет не только все перечисленное, но и результаты импортозамещения, а также величайшие среди всех часов. Я не шучу. В отличии от производителей. Интересно, что из 10-летних новинок приглянется вам? Напишите. В комментариях здесь под роликом, в нашем телеграм-канале или в ВК. Кстати, если интересны самые оперативные новости про часы, рекомендую подписаться на наши ВК и Телеграм. На ютубе я за ними не успеваю. Подпишитесь прямо сейчас, а я перехожу к рассказу. И начну с часов из дайверской коллекции марки Jaguar. Когда я увидел эти часы, подумал, что что-то они мне напоминают. Нет, я не про Rolex Hulk. Я про вот эту кошечку. Jaguar F-Type в цвете британский зеленый с золотой кастомизацией. У часов с ней действительно много общего. Зеленый цвет в часах в тренде. Но здесь не просто зеленый. Здесь, как и в машине, сочетание глубокого зеленого и золотых деталей. При этом золото не доминирует, а оттеняет зеленый. Золотые рамки у окошка даты, у стрелок и маркеров придают часам оттенок роскоши. Кажется, что отделка солнечной лучи только подчеркивает насыщенность темно-зеленого циферблата. Вообще, рассматривать эти часы в деталях интересно. Заметили, что трапециевидная форма золотых рисок на ранте повторяет форму индексов на циферблате. В отличие от машины, наш Ягуар не британец, а швейцарец. Часы SwissMate с кварцевым механизмом RONDO 6003D отличаются не только отличным цветовым решением, это настоящие часы для дайверов, о чем говорит надпись на циферблате. Рам вращается в одну сторону, застежка с фиксатором, заводная головка завинчивается, а водонепроницаемость составляет 200 метров. Отличную читаемость под водой обеспечивает люминесцентное покрытие сразу двух оттенков. На индексах оно светится зеленым на стрелках голубым. Не ошибетесь с определением времени, да и с выбором тоже. Дальше увидим часы не просто для дайверов, а прямо-таки для жизни под водой. Испанская марка Fistina этим летом выпустила пополнение в коллекции Boyfriend. Подарите такие свои девушке и возможно она наконец-то перестанет засматриваться на ваши часы. Насчет перевода в свой гардероб футболок и рубашек гарантий нет. Но хоть часы останутся с вами. Название коллекции намекает, что эти часы многое позаимствовали у мужских моделей. Думаю речь шла о размере 38 миллиметров и функциональности. Все-таки это хронограф. Совсем не уверен, что ваша дама сердца решит его использовать. Но сочетание счетчика в золотых рамках с нежным перламутром плюс камни по ранту выглядят очень удачным. Ряд цирконов создают идеальный круг. Но присмотритесь внимательнее. Видите, рант на самом деле вовсе не круглый. Это какой-то хитрый многогранник. Просто его края так деликатно изогнуты, что геометрия перестает быть явной. Наверняка вы сталкивались с оптическими фокусами, когда благодаря хитростям восприятия нас как бы заставляют удерживать взгляд на объекте. Так же и в этих часах. Корпус закреплен на белом ремешке из мягкого, но очень прочного каучука, который нежно обхватывает руку и тактильно очень приятен. Если ваша любимая предпочитает более традиционные и женственные аксуары, смотрите дальше. Покажу часы и для нее. В 60-х годах человечество было буквально одержимо подводными исследованиями. И вообще некоторые серьезно собирались жить под водой. В 1962 Жак-Ив Кусто создал подводный дом Приконтинент-1. В США проводили эксперименты с домом Силаб, в Германии сделали подводный комплекс Гельгаланд и даже в СССР подводный дом Садко. Но вернемся к часам. Эта модель DS-Super PH500M от Сертина, наследница часов 1968 года, которую использовали жители американской подводной лаборатории Тиктайт. У нее такая же 14-гранная гайка, как у часов из конца 60-х. Вот непроницаемость 43-мм корпуса целых 500 метров. Только используют часы уже не жители подводных домов, а спасатели черепах. И кстати в этой роли может почувствовать себя каждый. Часть средств от продажи перечисляется старейшему в мире сообществу по исследованию и охране морских черепах. Понравились часы? Код назад мы подробно рассказывали о дайверских Сертина и концепции DS, которая применена и здесь. Миссия благая, характеристики отличные. Как думаете, могли бы эти часы претендовать на звания в великих? И что вообще нужно для такого статуса? Сейчас расскажу. В оценках часов все субъективно. Так что главные условия для того, чтобы называться величайшими из всех часов, это немного самоуверенности и дерзости. Эта модель Philip Lane представляет коллекцию The God, название которой так и расшифровывается. The greatest of all time pieces. Величайшие среди всех часов. Чтобы у владельца не возникало никаких сомнений в статусе своих часов, аббревиатуру вынесли прямо на ран. Может быть не все согласятся с таким совсем не скромным статусом, но часы точно заслуживают внимания. У любителей цифровых часов выбор не такой же большой и что-то новенькое в этой категории всегда вызывает интерес. Чего не хватает в этих часах? Традиционного для Philip Lane черепа на циферблате. Как по мне, и хорошо, что на циферблате места для него не осталось. Черепа поселились на ремешке, маленький на застежке и объемный на самом силиконе. С черепом поскромничали, зато логотип с шестиугольником обыграли многократно. Он есть не только на ранте и на задней крышке, но и на заводной головке. Вернее, сама головка здесь представляет собой логотип-гайку. У этих часов громких титулов нет, но признаюсь, что данная модель один из моих фаворитов сегодняшней десятки. Кто-то скажет, что это просто хорошие в меру спортивные часы на каждый день, но этот образ складывается из множества продуманных деталей. Эти часы довольно редкое сочетание нескольких стилей. В недавнем ролике про часы для отпуска я рассказывал, почему марка Жак Лиман так увлечена спортивными часами и хронографами. Эта модель тоже подходит для замеров времени на стадионе, но есть в ней свой шарм. Присмотритесь, в этих часах используется оформление в стилистике B-UGR, то есть часов для летчиков и в первую очередь военных. А в дополнение у этих часов есть нестандартная для пилотских часов водонепроницаемость 100 метров. Более чем достаточно для модели на каждый день, чем бы вы не планировали заниматься. Так что это микс стилей, спортивного, милитаря и часов для авиаторов. По-моему получилось неплохо. А вам как кажется? Напишите в комментариях. Вишенка на торте, очень доступная для такого набора характеристик цена. А впереди у нас августовская новинка от Casio. Но чтобы новые G-Shock'и воспринимались совсем брутально, сначала решил показать вам что-то более изящное. Это женские часы Lotus. И не просто часы, а в комплекте с ювелирным украшением. Отличный вариант для подарка. Такой дубль, да еще в сочетании с функциональной и презентабельной подарочной коробкой, в которой часы и серебряную подвеску потом можно и хранить, точно понравятся. Подарки красивые, но не забудьте, что женщины любят ушами и во всем ищут особый подтекст. А в этом комплекте дополнительный смысл как раз есть. Когда будете вручать эти часы, не забудьте обратить внимание любимой на древо жизни. И на перламутровом циферблате, и на кулоне. Древний символ объединения земного и духовного напомнит ей о том, что действительно важно. И заодно станет оберегом для вашей дамы. Не знаю, верит ли она в мистику, но то, как вы о ней заботитесь, точно не оставит без внимания. Украшение, кстати, будет сочетаться с утонченным браслетом миланского плетения. Благодаря ему в украшения превращаются и сами часы. Ну что, пора взбодриться. Сделать это после такой нежной модели помогут новые джишоки из коллекции G-Steel. В конце августа японцы выстрелили сразу тройкой моделей, построенных на сочетании черного и золота. Подчеркнутая роскошь. Черный отлично сглаживает яркость золота. Кстати, в этом выпуске будет еще одна модель, которая это наглядно демонстрирует. Это часы с грибным винтом на циферблате. И в нашей новинке он выглядит динамично и уместно. Прошлогодник GST B400, мне кажется, японцы перестарались и просто ухнули на циферблат заостренный нож от мясорубки. Конечно, они уверяют, что вдохновлялись сюрикеном, который метали во врагов самураи. Но у каждого ассоциации свои. В этих часах деталь напоминает скорее винт катера с характерными лопастями. И часы от этого только выигрывают. Как и знакомые, детали сделать что-то новое, чуть позже расскажу на примере часов вот так Хуэр. А пока второй пример удачного сочетания золотого корпуса и браслета и черного циферблата. Часы совсем в другом стиле, но этот прием работает и здесь. Золото непременно приковывает к себе внимание, но черный циферблат впечатление смягчает и часы выглядят более степенно, солидно. Аристократичное обаяние поддерживает рукописный шрифт для названия марки Эль-Дюшен и сам логотип марки в виде дубового листа. Герб с этим изображением есть и на циферблате и на заводной головке. Мне в часах понравилась практичность. Помимо окна даты, которую я никогда не выставляю правильно, есть день недели, что гораздо полезнее. При этом циферблат не перегружен и хорошо читается. В темноте, кстати, тоже. На метки и стрелки нанесено покрытие суперлюминола. Модель классическая. Будет хорошо смотреться с официальным костюмом, но водонепроницаемость здесь 100 метров. Так что часы готовы и к водным испытаниям. Диаметр этих Эль-Дюшен 42 миллиметра, поэтому они подойдут и для довольно крупного запястья. Кстати, и литой браслет из нержавеющей стали отлично садится на совсем не тонкую руку. Прежде чем перейти к финальной и самой дорогой модели этого обзора, давайте еще на минутку обратимся к часам для ваших дам. Я решил не мелочиться и показать не одну женскую модель, а сразу несколько. Несколько вариантов изящных часов от компании «Русское время» под брендом «Шарм». Модель выпущена в версиях с черным, серебристым, зеленым, синим циферблатом. Меня больше всего тронул вариант с циферблатом розовым. Но это лично мой выбор. Под цвет глаз и костюм вашей избранницы может подойти что-нибудь другое. Палитра у «Шарма» велика. Внутри стального корпуса кварцевый японский механизм «Сейка» ВИА-64. Стекло сапфировое. Под ним циферблат, где середина декорирована солнечными лучами, а по краям филигранный узор из волн. Часы не только симпатичные, но и практичные. Два счетчика здесь – это указатели дня недели и даты. Согласитесь, совсем другое ощущение, когда для этих функций не используются окошки. И вы заметили, что дни недели написаны кириллицей. Кстати, это одна из последних моделей, где логотип написан на латинице. В компании «Русское время» говорят, что в новых моделях мы увидим слово «Шарм» уже по-русски. Я за такое решение ставлю компании лайк. А вы? Помните, вначале я обещал показать часы от Такхуэр, собранные из хорошо известных деталей других брендов. Вот они. Новая версия Акварейсер Профессионал 300. Ограненных рантов в сегодняшней подборке было немало. Причем грани были как снаружи, так и внутри, как у Сертина. Здесь главная фишка – 12-гранный рант с насечками. Может и не все согласятся, но все-таки кажется, что в такой популярности грани не последнюю роль сыграли Роя Локу от Адемар Пеге. Они сейчас переживают новый всплеск интереса из-за своего 50-летия и целой россыпи юбилейных новинок. У нас за лето тоже вышло два ролика про королевский дуб. Сложно не обратить внимание и на схожесть полосок на циферблате с полосками еще одного представителя 70-х. Еще более популярного, чем Роя Лок. Догадались, о каких полосках идет речь? Конечно, на циферблате Патек Филипп Наутилус. Прибавим стекло цикло Патроликс. Здесь оно тоже есть. Только дизайнеры Такхуэр переместили его вместе с окошком даты на 6 часов. Как вам, такой симпатичный Франкенштейн? Вовне в нем есть безусловный плюс. Он точно доступнее Патека или Ролекса. Итак, я показал 10 часовых новинок этого лета. Напишите, что заинтересовало вас. В этот обзор мы включили всего одни российские часы, хотя их было больше. Но совсем скоро стартует конкурс «Лучшие российские часы года» и мы планируем познакомить вас с его участниками. Уверяю, там будет на что посмотреть. Чтобы не пропустить, подпишитесь на нас на всех платформах. YouTube, VK, Telegram, Dzen. Впереди еще много интересного. Из мира сложных механизмов и просто красивых вещей. До новых встреч, друзья!